Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, и у нас сегодня обзор игры, которая мне очень понравилась, так что усаживайся поудобней, ставь свой княжеский лайк, не забудь подписаться, проверить колокольчик, то ты и так всё прекрасно знаешь, я тебе верю, я тебе доверяю, ну погнали, я тут пока настраивал звук игры, взял, прошёл тут один челлендж, один уровень, который вообще не должен был никаким образом пройти, но вот как-то получилось, и заработал сейчас дофигища, дофигища побулеса, я нахожусь в игре, подфиг его знает каким названием, ребят, название будет в названии, да, а, 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 как я умею разговаривать, ребята, название игры будет в названии, но не суть, это у нас Tower Defense, но он такой какой-то, знаете, не особо, скажем так, простой, он меня зацепил, если в прошлом Tower Defense, то, что я вам показывал, он, ну ты играл, 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 получал удовольствие, и потом вроде как у персов то, что надо как-то донатить, или что-то там задротить, ну, грубо говоря, что-то не получалось, сюда зашёл, и здесь для игры без доната, мне кажется, намного больше возможностей, но обо всём по порядку, это Tower Defense, но здесь у тебя одна башня, в которую ты засаживаешь, засовываешь всяких юнитов, всякую аппаратуру, и как бы проходишь, я вам всю боёвку покажу, но давайте сначала пройдёмся тут по таким местам интересным, к примеру, здесь есть город, так, город, в городе дофига всяких плюх, тебе постоянно дают монеты, за которые ты можешь апгрейдить, грубо говоря, своё оружие, то есть, ну, нету такого, что ты упираешься, у тебя не хватает денег, если ты что-то пройти не можешь, ну, ты можешь просто там раз в час заходить в игру, забирать монеты, и, грубо говоря, не париться, потому что тут город, у меня, правда, ещё не всё доступно, тут, как бы, после каких-то определённых уровней начнётся ещё какая-либо прокачка, то есть тут, ну, в этом плане интересно, замучено, вот я могу себе взять, увеличить добычу золота, вот, золото мне надо, чтобы обновлять юнитов, чтобы прокачивать тот же город и так далее, вот, далее, чё, ну, и, я говорю, ещё не все постройки у меня есть, то есть тут ещё, грубо говоря, строить и строить, также ты получаешь опыт, за счёт опыта ты прокачиваешь бусты всякие, там, опять же, добыча золота, увеличение опыта, прочность башни и так далее, вы пока не отключайте видео, самое главное, я вам чуть позже покажу, это именно боёвку, дальше, помимо основных уровней, ребята, основные уровни, ты тут проходишь волны, я дошёл до 25-й волны, я решил снимать видосы такие, стараться, как бы, поиграть пару часиков в игру, потом сформировать о ней мнение и уже рассказывать вам, то есть, ну, как вы видите, как вы видите, здесь, типа, просто волны есть, которые ты защищаешь, есть, помимо всего, ещё и карта, туда заходишь, и там какие-то супер уровни, там, где ты уже на кого-то нападаешь, понимаешь? Вот это интересная штука, причём, ты вот что-то проходишь, вот я прошёл этот супер уровень, занял деревню, и, то есть, мне тут буквально каждые 3 минуты даётся золото, посмотрите, как оно быстро, быстро капает, а, может, вы увидите, видите, да? То есть, ты постоянно откуда-то можешь брать золото, чтобы прокачиваться, то есть, даже если ты где-то и упрёшься, что-то ты не сможешь, но всё равно у тебя подождёшь немножко, и у тебя, грубо говоря, всё получится. Ага, так, это я ещё не прошёл, а что-то я тут уже проходил вместе с вами, ладно, непонятно, что я прошёл. Дальше, это была карта. Город я вам уже показал, единственное, конечно, не будем забывать, что это игра донатная, и всё равно, я думаю, когда-нибудь ты тут дойдёшь до того, что тебе, как бы, ты поймёшь, что твои юниты полная фигня, нужны какие-то донатные юниты, то есть, тут они реально за бабулес каких-то юнитов продают, плюс тут игровая валюта есть, вроде её как бы и дают, но, понятное дело, дают очень мало, хотят, чтобы ты купил, причём ты можешь стать про-игроком, и ты получаешь какие-то бонусы, ну, по типу випки, да, только, как бы, понимаете, а тут называется про-игрок, ну, я чё-то в первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы считаться про-игроком только потому, что ты взял и задонатил, причём это подписка, тебе надо донатить, грубо говоря, каждый месяц, и тогда ты про-игрок. Я-то думал, ты про-игроком становишься за счёт своих каких-то умений, ещё чего-либо, но нет, ну, тут, вы видите, покупать всякую фигню, посмотрите, юниты, грубо говоря, продаются, да, тоже за бабулес, как я понимаю, акции, не без этого игра, но оно, грубо говоря, неудивительно, но плюс за просмотр рекламы, те очень часто дают, опять же, какую-то валюту, то есть, буквально, там, каждые три уровня. Ну что, я побалаболил с вами, надеюсь, те, кто ещё не отключил видосы, как бы, увидят, наконец-таки, бой, ну, вот, зашла мне игра, в неё можно позадротить, а, также есть, ребятушки, кланы, единственное, что я отправил заявку куда-то там, мою заявку не принимают, чтобы создать клан, тебе нужно потратить 100 кристаллов донатных, и если играть без доната, то хер его знает, сколько они будут копиться, то есть, свой клан я... Не смог создать, а в другой меня пока не берут, и ты не можешь отправить, как я понимаю, сразу заявки в пять кланов, и... и всё, нет, ты отправляешь в один и ждёшь, примут тебя или не примут, то есть, ну, такая ситуация, причём там кланы есть, американские, русские, общий топ, там, допустим, топ-4 клана, они из разных стран, всё подписывается флажками, то есть, ну, интересно сделано, единственное, я не понимаю, какой бонус от этих кланов, и в чём там геймплей, ну, не знаю, если много лайков будет, я всё-таки вступлю в какой-то клан и сниму второе видео. Так, ну чё, а, я вам не показал систему прокачки, а хотя хер там с ним, я вам потом покажу, давайте в бой, а то я реально слишком долго балаболю, а геймплей это я вам не показал. Так, на меня сейчас нападает орава вот этих вот разбойников, тут даже сюжет был, ты когда заходишь в игру, тебе показывают сюжет, он заключается в том, что была крутая деревня, город с крутой башней, который это всё дело обороняло, но пришли супер разбойники, башню раздолбали, деревню всю ушатали, остался один маленький пиздюк, который решил возродить эту башню. Вот мы играем за этого, грубо говоря, пиздюка, который хочет возродить деревню, который хочет возродить башню. Вот, и мы её потихоньку возрождаем, по мере прокачки этой башни у вас, скажем так, увеличивается её, что увеличивается, не знаю, что увеличивается, ну то есть у вас, ну видишь, я проиграл. О, мне за просмотр рекламы сейчас дадут бонус 21 тысячу, то есть я, конечно, возьму и посмотрю, вот. Ну, кстати, а мне даже её смотреть не надо, то есть, смотри, оп, крестик нажимаю, что я получу бонус? Бонус ещё недоступен. Ну, то есть, смотрите, взяли 20, 15, 10 секунд, 30 секунд рекламы, посмотрели, получили бонусы. Так, мы их забираем, и сейчас, чтобы, грубо говоря, пройти вот этот уровень, он, кстати, с боссом, да, тут каждые 5 или 10 уровней идут боссом, мы идём прокачивать башню. То есть ты можешь саму башню прокачать, то есть сделать её крепче, добавить слот для юнитов. Как вы видите, здесь, здесь везде слоты, да, но сейчас эти слоты ограничены. Ну, и мне нужно пройти эту волну, чтобы я смог прокачивать башню дальше, чтобы добавить ей прочности, вот это вот всё. А юниты, смотри, тут мне всё показывает, плюс 100 500 юнитов. Вы посмотрите, какое огромное количество разных юнитов я могу использовать. Единственное, что часть из них идут, конечно же, за донатные кристаллы. Да, они будут копиться очень медленно, и из-за того, что они медленно копятся, это вас будет подрывать, взять и задонатить. Ну, типа обычная история, вот, фри-ту-плея. Ну, вот те юниты, которые используются в моих башнях. Я их засунул в башни, тут есть, скажем так, рыцари, которые выбегают в ближнего боя, остальные все, грубо говоря, дальники. То есть, каждого из них ты прокачиваешь. Я могу взять кого-то из этого слота, да, видишь, вытащить. Но фишка заключается в том, что, ну, я возьму, куплю какого-нибудь, к примеру, другого юнита, поставлю его, и мне заново его надо будет прокачивать. То есть, какие-то из этих юнитов хорошие, какие-то из них плохие, я просто играю теми, которые мне попались в первый раз. Я так понимаю, что есть там плюс 100 500 стратегий, каких их использовать, но я с этим пока не разбирался, потому вот просто всех по кругу прокачиваю, вот давай всех до 15 уровня поднимем, тем более у нас бабулесов много. Это вот что касается юнитов, да, то есть, смотри, какой здесь выбор. Идем дальше. Модули. Вот это модули, то, что по краям башни находится. Сверху это модуль лучников, я его прокачиваю. Дальше баллиста, типа она отталкивает врагов. И низ, это, грубо говоря, такая стенка с копьями, да, когда кто-то подходит к вашей башне, он, типа, добавляет башни прочности и на постоянку кого-то колит, накалывает и так далее. Есть, опять же, какие-то другие везде модули. Есть просто листы брони, есть таран какой-то, да, ну, что-то за золото, что-то, опять же, за кристаллы. Так, мы берем и прокачиваем, давай дальше. Так, ну, давай, опа, все эти модули прокачаем. И дальше у нас тут юниты. Идем и прокачиваем, грубо говоря, юнитов. Правда, у меня потом золото не остается. А, все, кстати, последнего не смог прокачать. Но мы можем зайти, к примеру, сюда и взять, забрать 3,5 тысячи. Опять же, эта штука тоже прокачивается. Вот сейчас мы, грубо говоря, все прокачали. Зайдем в город. Вот, тут еще 4. Да, и у меня уже 15 тысяч. То есть я могу взять и докачать юнитов. Вот, и они все у меня одинакового уровня. Ну что, давай еще раз в бой. Давай еще раз в бой, друзья. Так, ждем. Есть автобой. Давай, давай, не знаю, включим автобой. А, стой, у меня его нету. То есть тут, тут непонятно почему автобой, грубо говоря. Вот что-то я тут лоханул. Ну, слишком рано выпустил их. Видишь, они... У них время действия проходит. Я сейчас дико лоханулся, короче. Есть автобой. Там, где тебе не надо ничем управлять. И он почему-то тоже за бабулес или за просмотр рекламы. Но вот это вот все. В чем логика, не понимаю, почему здесь делают а-ля, типа, платным автобоем. Мне непонятно. Хотя у меня горит, вроде, типа, как попытка есть. Ну и хер... Грубо говоря, ну и хер... Хер бы с ним. Мы и так это сейчас пройдем. Правда, я неправильно пользовался... Пользовался спецатаками. Да, ты еще можешь вот этих юнитов направлять. Нам надо вот эти вот баллисты убить. С ними, грубо говоря, главная проблема. Ну, как мне кажется. Слушай, мы очередной раз не проходим этот уровень. Ну, потому что я лоханулся. О, снова получить бонус. Сейчас получим. Посмотрел очередную рекламу. И получаю 21 тысячу монет. И как бы не напряжно. И причем вот это вот отображение рекламы, как у многих игр, не глючит. А то зачастую там у тебя все, какие-то странные вещи с телефоном или блюстаком начинают твориться. Ну, и нам это позволит, конечно же, взять... А, ну, вот просто заходим в карту. Да, я надеялся, что я при вас смогу все это пройти. Но нет, нет, ничего не получается. Заходим, башни прокачиваем. Смотри, апа. Оп, оп, оп. Ну, давай юнитов долбим. Так, 17 уровень. 17 уровень, ясно. Дальше. В бой. Я пройду этого босса уже или нет? Понятное дело, чем дальше, тем сложнее. Так, ждем. Пускай они все идут, инвалиды. Выпускаем спецюнитов. Так, выпускаем лучников. И вот этих лучников направляем тоже вот сюда, чтобы они все эти баллисты стреляли. Потому что эти баллисты нереально сносят все. Все хупе у моего главного здания. То есть башни боевой. Так, ближних выпускаем. И снова лучников. Вот сюда. Так, этих еще раз. Сюда направляем. Пускай они добивают баллиста. Баллисты добили. Все, грамотно этот раз сделал. И как бы и нормально. Сейчас должны завершить. Должны успеть. Да! Прошел, елки-палки. Долго я мучился. И у нас, нам еще левел дали. Отлично. То есть левел опыта. Это что означает? Это заходим в город. И можем прокачать что-то. Я решил все равномерно прокачивать. То есть здесь треть. Ну как, сначала нет. Но решил прокачивать все равномерно. Давай. Вот сюда. В совы. Уменьшает время перезарядки активных умений. Окей. Ну, прохождение босса я вам там показал. Ну, по факту там не сильно он отличается от других уровней. Просто более сложный. И там есть какой-то здоровый, здоровый, короче, какой-то герой выходит. И тебе, типа, его сложнее убить. Ладно, идем дальше. На карту. Тут хотелось бы пройти вот эту вот штуку. У меня ее что-то не получалось пройти. Но сейчас мы прокачались. И вот новая попытка. Здесь ты уже нападаешь. Ты должен взять какие-то, грубо говоря, ворота открыть. Мы нормально прокачались. Я думаю, что у нас все получится. Так, рано. Ой, слушай, нифигово мы так прокачались. О, изи. Изи просто, смотри. Даже, даже, грубо говоря, без магии. Ну, точнее, без спецумений. Ты же не думал, что это так будет легко? Или нет? Или я слишком рано радуюсь? Нам буквально еще немножко в ворота пострелять. И все будет... Да, все, раздолбали. 53 тысячи монет. Опыта получили. И 5 кристаллов. Окей. Окей, друзья. А, смотри. Это все дело... А, видишь? Здесь тоже добываются бабки. То есть, чем больше ты таких деревень проходишь, тем больше тебе бабок добывается. Ну, давай возьмем сразу улучшим. Давай сразу улучшим. И все. У меня максимум уже 6к. Здесь у меня 6 уровень. Бац. Забрал. Здесь у меня 4. И он может добывать даже больше, чем это. Так, ладно. Что мы тогда дальше? Следующее проходим. 120, 35. Ну, давай вот это попробуем пройти. Я не знаю. Атаковать замок. 75 тысяч получим золото, если пройдем. Какие-то тут новые враги. И мне нравится графика. То есть, она вроде простая, рисованная, но прикольная. Так, что-то я уже тут неправильно... Все это дело выпускаю. Так. Сейчас это все может грустно закончиться. Ну, грубо говоря, мы слишком слабые, конечно, для этого уровня. Так. Так. Уничтожаем, уничтожаем. Нам надо как-то главные ворота долбить. А чем черт не шутит? А вдруг пройдем? Так, давай. Слушай, ну пока что справляемся. Ну, опять же, нам главное, чтобы мы успевали всех мобов убивать, видишь? И сверху прочность ломать. Так, нормально, нормально, нормально. Дальше выпускаем. Когда слот добавится, мне надо найти какого-то героя, юнитов, ставить ближнего боя, чтобы у меня побольше солдатиков выбегало. Да, сейчас пройду. Ну, я красавчик, 80 тысяч плюсом. Ну, я в нападении лучше, чем в защите. Ой, ну, это все улучшать, конечно, дорого. Так, жди заполнение. А, тут еще можно бесплатно улучшить. Вон оно что. Слушайте, ну вот такая вот игра. Пишите в комментариях, нравится она вам или нет. В нее реально зависность. Я не знаю, по-любому придется... Ну, придет момент, как и в любой донатной помойке, что будет пипец как сложно из-за того, что тебе надо будет задонатить на какого-то супер юнита или еще что-то, чтобы вставить его в слот. Вот, смотри, башню улучшаем. Я у нас... А у нас слота не добавилось. А, мне надо еще пару улучшений сделать, чтобы седьмой слот добавился. Я думаю, что на этом будем прекращать. Огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Вот, буду для вас искать еще какие-то андроид игрушки. Вот, может кому понравится. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok